Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вопрос про лень, про то, как побороть лень. Человек пишет, что свойственно лениться и уходить в себя. Например, я могу вечером начать отдыхать, выделить себе на это часть, послушать музыку, потом ухожу в это на два. Могу смотреть в окно час, быть в своих мыслях. У меня сейчас свободный график работы. Хоть и в офисе я могу приехать к любому времени, главное успеть сделать свой кусок от работы. Я успеваю, но, допустим, я запланировала приехать к 9, приезжаю к 12, на вечер планирую поработать. Ещё успеть сделать всё до продвижения второй занятости, а то мне, допрочем, должно принести доход. Но успеваю только самый минимум. Недавно я переехал в другую квартиру, мне стало ещё сложнее быть в режиме. Так постоянно. Это не потому, что я безумно устал. Так было и раньше. Я нигде не опаздываю, никого не предвожу. Но из-за этого качества я выпускаю возможности. Хотела бы быть активнее, бодрее и делать больше. Амбиции, мотивации есть, витамины пью. Скажите, в чём дело, как побороть линию. Спасибо. Я думаю, что к самой линии, к пониманию линии, к концепции линии, у вас здесь такой очень, как бы так сказать, такой бытовой, житейский подход. Это я сейчас не с обвинением говорю, да, хотя может показаться, что я обвиняю. Вот. Нет, я не думал, что могло бы быть по-другому. Если бы было по-другому, то, ну, совершенно очевидно, что не обратились бы вы тогда к нам, да? Вот. Ну, например, у психологов в психологии есть свой взгляд, ну или... Понятно, понятно, что от психолога к психологу эти взгляды различаются от подходов в психологии и психотерапии. Взгляд на лень тоже может различаться, например, в КПП, когнитивно-поведенческой психотерапии. Взгляд на лень один, в гисталтерапии другой, в психоанализе третий, ну и так далее. Поэтому я буду говорить здесь о линии в контексте своего подхода, да? Из такой, может быть, коллаборации, если можно так выразиться, когнитивно-поведенческой и гисталтерапии подхода. Побороть лень, значит, забить, значит, перестать обращать внимание на некоторые факторы вашей личности, вашей эмоционально-психологической жизни, которые имеют значение. Побороть лень, значит, быть такой, какой вы от себя быть требуете. Но это не значит, если вы побороли лень, что вы стали самой собой. И вот здесь, конечно, один из ключевых моментов, да? Что, например, в гистальт подходе мы пытаемся дать человеку возможность быть самим собой, каким бы он ни был. И в этом, в этой свободе, в этом хаосе обрести себя. В когнитивно-поведенческой терапии мы смотрим на цели, которые человек ставит, и, соответственно, работаем с целеполаганием, с установкой цели и, соответственно, с поведением, которое на эти цели направлено. А также работаем с некоторыми, так скажем, ошибочными, деструктивными установками и мыслительными конструкциями, которые у человека присутствуют, например, добираясь до глубинных негативных установок. И с точки зрения, например, с точки зрения гистальт подхода, я бы здесь, наверное, сказал, что лень в данном случае, это сигнал о том, что вам чего-то не хочется. Лень это сигнал о том, что что-то вам не подходит. Лень это сигнал того, что есть некая потенция у вас, которую вы себе игнорируете, не принимаете и пытаетесь задавить, но которая, тем не менее, дает о себе знать. Вообще, я думаю, что у Лени может быть другое название – прокрастинация. Вот. И сейчас этот термин достаточно опушнился в силу того, что его стали использовать довольно часто. Вот. И прокрастинация считается таким термином-ловушкой, потому что кто-то утверждает, что прокрастинация – это очень серьезная проблема, это надуманная исключительно проблематика для человека, но тем не менее. И поскольку мне ближе все-таки гистальт подход, то да, в первую очередь, обратил бы внимание, что лень не появляется просто так. Лень для чего-то нужна сигнал. Лень для чего-то нужна, она о чем-то свидетельствует, она о чем-то говорит. Тут могут быть самые разные причины, например, то, что вы от себя сознательно требуете, как бы быть более активной, быть более бодрой и, там, более продуктивной. Но на глубинном уровне, например, вы можете бояться ошибки и отсюда лень, как защитный механизм. На глубинном уровне вы можете хотеть чего-то другого, но не разрешать себе этого, и отсюда лень. То есть лень это индикатор чего-то, и необходимо заметить и принять в себе то индикатором, чего является в данном случае лень. Потому что без этого, ну, как-то будет довольно трудно вам двигаться дальше, если мы говорим о целостности вашей личности. Если мы говорим о, так сказать, комфортном состоянии вашего психологического здоровья. С точки зрения же цели, я думаю, что лень появляется тогда, когда у человека на один какой-то вид деятельности накладывается, налагается точнее, несколько значений. То есть как-то в одном виде деятельности сосредоточивается несколько мотиваций и несколько целей. Понимаете? И, соответственно, здесь требуется разгрузить направление деятельности, чтобы, вот как бы, ну, не было, не было на ней сосредоточено больше одной цели. Цель, да? Потому что для вас это, вероятно, вот, как бы является таким, скорее, тормозящим фактором. Для кого-то это могло бы быть фактором стимулирующим, но именно для вас это больше тормозящий фактор. Это, в принципе, нормально. Зависит от нервной системы. От типа нервной системы. Вот. Это такой аспект здесь может быть. Дальше. Вы говорите о том, что у вас высокая мотивация, как бы, да, но всё равно вы уходите, вот, ну, там, в музыку, в себя и так далее. Уход в себя происходит когда? В двух случаях основных происходит уход в себя. В первом случае, когда я слишком активно взаимодействую с внешним миром и чувствую, что теряю себя, теряю, как-то, вот, ощущение контакта с собой, ухожу в себя, чтобы его обрести, чтобы не потерять себя, да? Не раствориться в других людях, с одной стороны, а с другой стороны. Уход в себя происходит тогда, когда, когда в, ээээ, вот, во внутреннем мире мне более комфортно, чем во внешнем. То есть, внешний мир здесь, как бы, эээ, ну, как некий такой, такой, угрожающий фактор. Выступать. Вот. И, соответственно, эээ, этот момент тоже нужно забрать. То есть, понимаете, эээ, вы описываете, как бы, эээ, начало, вы написываете верхушку альберга. Чтобы, эээ, проблему изучить, эээ, подробнее, а ее необходимо изучить подробнее, необходимо с вами пообщаться. И, соответственно, чтобы вам помочь. Вот. И, хочу сказать, что, эээ, ни с чем бороться, вот именно бороться ни с чем, психологи не будут. Мы не боремся с, эээ, ну, с, с, ну, с проблемами. Мы помогаем человеку их разрешить. И, поскольку зачастую проблема, эээ, вообще не эээ, там, где человек ее видит сам. Вот. скажем так, состояния своей психологической позиции, потому что вы, например, размышляя в парадигме, допустим, лени, да, требуя от себя, как бы, ну вот, переставать лениться, выступаете по отношению к себе больше как родитель такой, вот. Это не есть хорошо, потому что родительская позиция, она, как правило, вызывает специфические негативные ответные реакции, вот, которые, в общем-то, регрессируют человека в позицию ребенка, и, соответственно, ни о каком взрослом поведении, ни о какой взрослой модели поведения здесь нет. Здесь речь не идет, точнее. Вот, вот какой-то такой ответ, да, и, соответственно, какая-то вот пища для размышления, я надеюсь, вам в данном случае мной была бана, да, как бы, вот. То есть, ну вот, например, в моей практике лень, прокрастинацию чувствуют люди, преимущественно, которые ставят себе слишком много целей не очень внимательно, не очень, не очень, не очень, будучи не очень внимательны к тому, вот, что они, собственно, вообще делают, да, как-то, то есть, вот, когда целей много, например, амбиций много, вот, вы говорите, например, что у вас есть, там, вторая занятость и так далее, да, вот, то есть, у меня стойкое такое ощущение, что вы от себя это скорее вот требуете, нежели чем хотите, вот, и ваша мотивация, она идет, как мне показалось, из вашего текста, ваша мотивация идет больше от, ааа, ну, дождествоваться, то есть, я должна это сделать, нежели чем-то я хочу. И вот, что, ааа, человеку бывает, ааа, сложнее всего признать, да, ааа, в чем, вот, заключается чаще всего, ааа, именно ригидность мышления, то в том, что, ааа, страшно, ааа, признать, что то, ааа, что меня направляло, там, двадцать пять, тридцать пять, сорок, пятидесят лет, ааа, на самом деле я этого не хочу. Вот, это не страшно, это и, и, там, чувство вины возникает, и так далее. Вот, поэтому, вам нужно заниматься своей жизнью, вам желательно, ааа, ну, все-таки заняться психотерапией, вот, начать исследовать свою жизнь, да, вот, для того, чтобы, ааа, ну, как бы, вот, преобразовывать, ааа, преобразовывать ее, 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 вот, то есть это определенная работа над собой. Такого какого-то универсального рецепта, ааа, по порой тлинь, нет, а если бы был, вряд ли бы он был гуманен. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok